В эфире деловая программа «Ресурсы» в студии Эльвира Найманбаева. Здравствуйте. В 2017 году в стране появится собственный завод по производству листового стекла. Проект реализуется в Казалардинской области благодаря поддержке группы компаний холдинга «Батирек». В частности, при участии его дочерних структур, инвестиционного фонда Казахстана и БРК. Основным стратегическим партнером выступила американская компания «Стюарт Инженеринг». Мы реализуем этот завод совместно с американской компанией «Стюарт Инженеринг». Сегодня они владеют 20% в нашем предприятии. 80% предлежит нашей дочерней компании, инвестиционный фонд Казахстана. Общая стоимость проекта порядка 197 миллионов долларов США. Из них мы 25% финансируем вкладами двух сторон, то есть акционерами. Это примерно порядка, мы финансируем около 40 миллионов долларов вкладами. Соответственно, где-то порядка 10-12 миллионов долларов вкладывает американская сторона. 28 миллионов долларов вкладывает наш инвестиционный фонд Казахстана. Оставшаяся часть, она финансируется за счет средств займа Банка развития Казахстана. Производственная мощность завода по планам составит 197 тысяч тонн стекла в год. В сутки предприятие будет выпускать 600 тонн готового изделия. Оператор проекта ТО «Орда Глаз». Он же привлек мировые компании, которые обладают необходимым опытом строительства и управления по производству листового стекла. Технологическое проектирование компании «Стюарт Инженерс» совместно с поставщиками оборудования. То есть каждый участок стекловаренная печь, линия резки, каждый делает сам. Объединяя технологическую часть «Стюарт Инженерс», строительную часть проектирует казахстанская компания «Караганинский промстройпроект». Подготовка сырья шехты финская компания «Лахти», плавильная печь американская компания «Тика», ванна расплава проектируется «Ноу Хау» – это «Стюарт Инженерс», печь отжига – это немецкая компания «Кнут», линия резки и упаковки итальянская компания «Баттера». Вот группа компаний, которые проектируют. Сегодня, по словам специалистов, практически 100% стройматериала в страну завозят и за рубежа. Успешная реализация проектов в Казалардинской области позволит снизить процент их импорта. Предполагается, что 70% выпускаемого стекла будут поставлять на внутренний рынок, остальное – на экспорт. По прогнозам, отечественный продукт должен пользоваться большим спросом и вскоре вытеснить своих иностранных конкурентов. Немаловажную роль сыграет и ценовая политика, отмечает председатель правления холдинга «Баттерек» Кондек Бешимбаев. Мы в этом смысле уверены, что есть, конечно, определенные универсальные подходы, допустим, внутрочистое стекло, которое там используют все. По качеству и по цене, с теми ценами на сырье, которые есть в Казахстане, и с теми финансовыми условиями, которые мы создали для этого проекта, мы не боимся ценовой конкуренции ни от российских, ни от китайских производителей. Тем более, есть очень большая транспортная составляющая для того, чтобы сюда импортировать в Казахстан. Что касается качества, мы специально проект составили и подготовили таким образом, чтобы завтра качества не было вопросов, лучших поставщиков оборудования. И, соответственно, в этом компоненте мы тоже конкуренции не боимся. Уже на начальной стадии были заключены соглашения на поставку продукции с рядом казахстанских компаний. На экспорт наше стекло отправится на рынки Российской Федерации, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана. Кроме того, есть договоренность с трейдерами из Индии и Турции. Стройка идет полным ходом. Проведены все подготовительные работы. В частности, мобилизован вахтовый городок. Завезена вся нужная техника. Также за счет местного бюджета подведены внешние коммуникации. Напомню, американский партнер взял на себя обязательство за полгода до запуска завода направить местных специалистов на стажировку на стекольные предприятия «Стюарт Инженеринс» в Америку. По планам, все затраты должны окупиться через 11 лет. Для такого рода проектов это очень хороший срок, говорят специалисты. Завод сдадут во втором квартале 2017 года. Ожидается, что на производстве будет создано 300 постоянных рабочих мест. На этом у меня все. Напомню, что наши выпуски доступны на официальном сайте 24.kz. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин